МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Репертуар обширный, но патриотическая тематика – одна из главных. Мы, кстати, в этом конкурсе второй год участвуем. В прошлом году тоже Софье дали первое место, пели «Это просто война». И вообще всегда в репертуаре педагог нам советует всегда иметь песни патриотические. У нас много хороших песен, и мы стараемся их петь на праздниках и на 9 мая. А еще Соня у нас любит петь на других языках. Я люблю петь песни на французском языке. А каких исполнителей? Эдит Пиаф и Лару Фаби. Слышать сегодня такие песни с большой сцены – настоящий праздник, говорят организаторы. В этом году всем пришлось непросто. Восьмой по счету конкурс проходил в особом формате. Сам конкурс в прошлом году, в декабре, прошел, к сожалению, в онлайн-режиме. Мы не смогли встретиться с нашими участниками. Участники присылали нам свое видео, и члены жюри в нашем зрительном зале с большого экрана смотрели, слушали и оценивали наших исполнителей. А сегодня, наконец-то, они все приехали к нам. На гала-концерте выступили лучшие из лучших. Лауреаты и дипломанты получили заслуженные награды. Через свои песни они помогли вспомнить о тех, кто защищал нашу Родину, Великую Отечественную. И поздравили всех, кто оберегает наш мир сейчас. Патриотическая песня – это выражение их чувств, мыслей, реакции на те события, которые проходят. Когда слушаешь эти песни, реально бывает иногда до слез, воспринимаешь эти слова песен. И я сколько раз обращал внимание, что, на мой взгляд, это лучшие песни, которые пишутся о патриотизме. Петь о Родине, о матери, о любви к родному краю, о героях прошлого и настоящего – значит хранить и беречь историю, считают постоянные гости концертов «Споемте, друзья», «Одинцовские партийцы». «Единороссы» поддерживают конкурс в рамках проекта «Культура малой Родины». Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». «Культура малой Родины»